МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Табурет, или в простонародье табуретка, является предметом массового потребления и составляет мебельный арсенал любой квартиры. Сегодня мы сделаем этот обычный предмет в необычной форме. Обычная табуретка имеет 3 или 4 ноги. Наша будет иметь одну, но зато какую. Для изготовления ножки я беру деревянные бруски и распиливаю их на 24 равные части. Для того, чтобы табурет не казался грубой, мы все ножки покрасим белый цвет. Для этого мы используем белую акриловую краску, которая хороша своими свойствами, так как быстро сохнет и не смывается водой. Ну вот, 23 бруска готовы, а последний, 24-й, мы покрасим в красный цвет, чтобы он выделялся. Пока бруски сохнут, мы займемся изготовлением сиденья. Для этого нам понадобится фанера, поролон и вот такая вот ордаментальная ткань. Основание для сиденья мы изготовим из 8-мм фанеры. Для этого нам понадобится отмерить квадрат 40 на 40 сантиметров и вырезать его. Вот у нас получился такой вот квадрат. Теперь одну из сторон, которая будет видна, мы закрасим белой акриловой краской. Все детали готовы, теперь можно приступить к обтяжке нашего сиденья. Для этого мы будем использовать вот такую вот ткань. Ткань у нас необычная, так как это фотопечать на ткани. Рисунок переносится при помощи горячего пресса. И вы можете ее стирать, и с ним рисунок останется на месте. Для фиксации ткани с другой стороны я накладываю сверху поролон, обтягиваю его тканью и фиксирую с обратной стороны степлером. Излишки ткани мы отрезаем. Теперь мы вынимаем поролон для того, чтобы можно было вкрутить саморезы. Для того, чтобы собрать в дальнейшем табуретку, к нижней части сиденья мы прикручиваем два бруска. Возвращаем поролон на место и окончательно фиксируем ткань степлером. Ну вот, сиденье готово. Остается собрать табуретку. Делать мы будем это при помощи брусков, которые уже высохли, и крепить при помощи саморезов. Такая простая и обычная вещь с детства, как табуретка, как правило, занимает свое место под столом на кухне. Но наша в силу своей необычной внешности заслуживает самого лучшего места в квартире. Субтитры создавал DimaTorzok